О, ты из Португалии. Вот же негодяй. В Португалии такое вообще можно увидеть? Нет, у нас нет таких сугробов. У меня была большая мечта. Я очень хотел увидеть Сибирь. Мы не как роботы. Вы чуть более холодные, держите дистанцию. В Европе как раз свобода. Они хотят контролировать. Где жить дешевле? В Португалии налог составляет 40%. Мы в России не так уж любим веселье, праздники. Тут государство не спонсирует музыку. Как это вообще возможно в 21 веке? Сегодня со скидкой 10%. Гоша, ну тут очень много снега. Маш, ну тебя не понять. То много снега, то мало снега. Ну нормально же вы? Что у тебя с камерой? Ой, она сейчас сядет и по-моему выключится. Это мы и они на выезде. Мануэль Дорадо, Португалия. Открытый эмоциональный европейец переехал в Россию после развода с русской женой ради общения с сыном. Заработал денег на европейском шоу-бизнесе и теперь познает искусство гетонизма в Сибири. Построил дом на границах Акасии и Красноярского края, чтобы наслаждаться роскошными видами Енисея из окна. Занимается спортом, изучает инвестиции и строит семью вместе с возлюбленной Анастасией. Считает Россию самой комфортной страной для жизни и планирует развивать музыкальную индустрию в Красноярском крае. Субтитры делал DimaTorzok У тебя, конечно, потрясающий дом. И буквально по твоему дому проходит граница между Хакасией и Красноярским краем. И, конечно, очень удивительно, что здесь, в Сибири, у тебя дом с подогреваемым бассейном. Расскажи, так выглядят все дома в Португалии? Или ты добавил что-то сюда особенного? Для меня это как немного обычный дом. Бригада, которая делает ремонт, он русский. И он сказал, зачем большие окна? Я говорю, нужно, потому что если есть в месте хороший вид, панорама, мне нужно смотреть панораму. Когда я проснулся, и так кушать, и так большие окна. Нашим зрителям сразу скажу, что Мануэль действительно очень хорошо говорит по-русски, все понимает. Мне очень хорошо. Чуть-чуть. Я каждый день учиться в русском. Но для того, чтобы интервью было более глубоким, мы перейдем на английский. Ты переехал в Россию почти три года назад. И, насколько мне известно, это была череда неких обстоятельств. Ты приехал сюда, потому что твоя жена вместе с ребенком уехала. Она была русская, она уехала в Россию. И здесь вы стали оформлять развод. Ты пытался забрать ребенка, и в итоге остался. Моя бывшая супруга переехала в Россию, кажется, 11 лет назад. Именно тогда я больше узнал о России. Тебе нравилась Россия? Вы хорошие люди, это мне нравится. Вы добрые и понимающие. Конечно, вы чуть более холодные, держите дистанцию. Но я всегда говорю, когда вы доверяете человеку, вы становитесь приветливее. Для меня это очень важно, мне необходима эта теплота в общении. Конечно, поначалу, когда у нас с бывшей женой появились проблемы, мне было очень тяжело. Потому что я не говорил по-русски. Это был непростой период. Я здесь был совсем один. Даже посольство моей страны не могло помочь. Было тяжело. Я много раз обращался в суд, но, конечно, ни разу не побеждал. Но я не хотел бы забрать сына. Просто хотел поддерживать с ним общение. Насколько я понимаю, первое время ты все-таки жил в Москве. И только потом перебрался сюда, в Сибирь. А как пришла вообще сама идея переехать в Сибирь? Идея возникла во время пандемии. В Португалии не было работы. Ситуация была очень тяжелой. У моих друзей, кстати, тоже. Все были очень подавлены. У многих началась депрессия. Вообще, если в Португалии у тебя свой бизнес в сфере музыки, ты будешь королем. Потому что там очень много артистов, концертов. И вдруг все это остановилось, как гром среди ясного неба. Никто не мог работать. Для меня это стало настоящим шоком. Мы очень эмоциональны и принимаем трудности очень близко к сердцу. Тогда я полетел в Москву. Там у меня была небольшая квартира. Я пытался понять, чем мне заняться в Москве. Ходил по ресторанам, кафе, везде в одиночку. Друзей у меня не было. Когда я был моложе, 25-30 лет назад, у меня была большая мечта. Я очень хотел увидеть Сибирь. Потому что в Европе, в Португалии, никто даже не знает, где она находится. Теперь-то я в курсе, но раньше я не знал. Я познакомился с девушкой-риэлтором. И она сказала, Абакан — это тоже Сибирь. И я подумал, что вообще-то хочу там побывать. В первый раз я побывал там летом. Стояла жуткая жара. Я решил прогуляться, посмотреть достопримечательности. Мы добрались до Братского моста. Знакомая мне все о нем рассказала, показала Стеллу, которая там находится. И там, на смотровой площадке, передо мной открылся невероятный вид. Очень красивая панорама. И я никогда не забуду, как стоял на этой смотровой площадке и увидел рекламу. Продам. Продам? Что за продам? Я тогда не понял, что это за слово. Знал только продажа. А продам не очень понял. Мануэль, мы находимся на берегу Великого Енисея. Здесь, конечно, невероятная природа. И я хочу поговорить с тобой чуть больше о том, чем ты занимался. Насколько я знаю, ты занимался ивентами, организацией концертов в Португалии и вообще в Европе. Чем ты занимаешься здесь и почему ты не делаешь концерты здесь? На этой прекрасной просто реке. Здесь очень холодно. Видите? Думаю, люди бы не приехали сюда, чтобы сходить на концерт. Чтобы насладиться музыкой, нужна особая атмосфера. Спокойствие. А здесь сильный мороз. Конечно, летом у меня бы получилось организовать концерт вон там, на площадке. При поддержке государства я, конечно, смог бы это сделать. В общем, у меня много планов. Я бы даже сказал, что у меня есть мечта. Я бы хотел заниматься музыкой или сделать что-то в сфере туризма, потому что здесь невероятно красиво. Но отеля для гостей пока нет. Знаете, в Абакане есть большой праздник раз в год. Типа День города? Да, города. У нас по-другому. У нас можно как пять раз каждый год. Почему у нас в России, в небольших городах, концерты проводятся условно один раз в год? Ну, например, на День города. А у вас в Португалии, как ты говоришь, это и пять, и шесть. Дело в том, что у нас другая культура. Мы католики. Люди выходят на улицы, там проходят религиозные шествия. Это даже чем-то напоминает карнавал. И подобные праздники всегда заканчиваются музыкой. Всегда. Для нас музыка очень важна, это часть культуры. К примеру, сейчас расскажу об одной реальной ситуации. В португальских университетах после окончания курса устраивают грандиозные концерты. Это традиция. И такие праздники длятся не по одному дню. Они могут проходить семь дней, а то и восемь, около недели. Каждый день устраивают грандиозные концерты на большой сцене. Люди это просто обожают. А правильно ли я понимаю, что ты хочешь сказать, что мы в России не так уж любим веселье, праздники, концерты? Или причина в чем-то другом? Я считаю, что русские люди точно так же любят музыку. Так что я не знаю, почему концертов здесь меньше. Вообще в Португалии 90% музыкальной продукции оплачивается государством. Я не знаю, как тут, но мне кажется, тут государство не спонсирует музыку. Мануэль, мы с тобой находимся на западных Саянах, и прямо за нашей спиной самый известный спящий Саян. Насколько я понимаю, это одно из твоих любимых мест здесь, в Сибири. Специально для эксперимента, для наших зрителей, я взяла лавинный щуп, он почти 3 метра. Вот хочу на камеру прям показать, какое количество снега здесь. Такая вот. Еще входит почти весь. Это, конечно, невероятно. В Португалии такое вообще можно увидеть? Нет, у нас нет таких сугробов. В Португалии такого нет нигде. У нас в стране снег другой, он более твердый. Этот снег мягкий. У нас тоже есть немного снега в горах, но он тверже. У вас в снег можно нырнуть, а в Португалии так не получится. Но при этом многие экспаты, не такие, как ты, считают более комфортной страной Португалию. И в том числе, потому что в Португалии достаточно комфортное налогообложение для экспатов. Насколько мне известно, там, по-моему, 10 лет ты можешь не платить налоги вообще. Насколько удобное налогообложение для самих жителей? У нас был такой закон, но теперь его изменили. Уже нельзя просто так не платить налоги 10 лет. Сейчас все, кто приехал из других стран, должны платить налоги. Раньше была такая проблема. А какие налоги вообще платят местные жители? Ну, то есть это большие налоги вообще? По-моему, я платил меньше, когда был моложе. А сейчас с каждым годом выплат становится все больше и больше, как и напряжение. Дело даже не столько в самих налогах, сколько в вечном стрессе. Потому что правительству нужно собрать как можно больше налогов. Но зачем? Они не строят больше дорог на эти деньги. Они тратят их на мигрантов. Тратят на разные вещи, которые лично для меня, как, думаю, и для многих других людей в Португалии, не важны. Я считаю, что нам не нужно платить так много налогов. Это огромное давление. Просто безумие. В Португалии налог составляет 40%. Только представьте себе эту сумму. 40%. Не 13, как в России. Целых 40. Например, за бензин мы отдаем 60%. Налог целых 60%. За электричество 50%. Мы только и делаем, что за все платим, платим и платим. При этом Португалия считается одной из самых недорогих стран в Европе. Да. Это так, да. Португалия недорогая страна. Одна из самых дешевых стран в Европе. Но если сравнивать жизнь в Португалии и в России, где жить дешевле? Я могу сравнить, где жить дешевле, там или в России, только так. Я сейчас живу в Красноярском крае со своей девушкой Настей. И я всегда говорю ей, мы можем здесь прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Это примерно 300 евро. Я не смогу прожить на 300 евро в Португалии. Это правда. Потому что там я плачу за ЖКХ примерно 100 евро, за еду около 300 евро, а еще надо покупать одежду, платить налоги и многое другое. Интернет очень дорогой в Португалии. Не как в России. Телефонные тарифы тоже дорогие. Так что в Португалии, если не считать платы за жилье, тебе потребуется минимум 600 евро, как мне кажется. А если поедете в Испанию, может быть и до 1000 евро. Без жилья, аренды или ипотеки. Именно на жизнь. Так что тут получается дешевле, конечно. Мануэль, расскажи, пожалуйста, а как вообще отреагировали твои друзья, родственники, знакомые в Португалии, когда ты им сказал, что ты собираешься переехать жить в Сибирь? Что касается моих друзей, конечно, многие из них думают, что я немного сошел с ума. Иногда они звонят мне и спрашивают, насколько здесь холодно, как у меня вообще дела. Никто же не знает, какая Сибирь на самом деле. Если бы я рассказывал друзьям, как живу в Сибири, и на что-нибудь жаловался, как тут плохо, много снега, очень холодно, ничего есть, вообще ничего нет, я голодаю на улице, они бы мне ответили, ну вот, мы же говорили, зачем ты поехал в Россию? Там просто ужасно. Но если бы я сказал, что живу хорошо, у меня есть свой дом на берегу реки, хорошая машина, нормальная жизнь, я обожаю местную природу, люди тут приятные, а в супермаркетах полно продуктов, они бы мне не поверили. Потому что по телевизору про Россию говорят совсем другие вещи, что тут нет многих продуктов, а то, что есть очень дорогое, что в России нет денег. Раньше я регулярно летал в Москву, и с каждым месяцем она становилась все лучше и лучше в плане инфраструктуры, дорог и так далее. Здесь это тоже ощущается. Конечно, здесь все немного иначе, потому что территории огромные, все-таки мы находимся в Сибири, поэтому немного сложнее сделать все то же самое. Но это реально, и я уже ощущаю разницу. Я живу здесь уже три года, и могу отметить, что дороги стали гораздо лучше, улучшалась инфраструктура, даже экология. Может, я и ошибаюсь, но говорю то, что вижу. В России низкий уровень преступности. Я с ней совсем не сталкивался. В Португалии ты столкнешься с ними сразу, как только приедешь, прямо на улице. Там много людей с зависимостями, как и бездомных. Да, в России тоже есть люди с низким достатком. Конечно, в Сибири они не спят на улицах, потому что тут холодно. Но я бы не сказал, что это очень частая проблема. А если бы вот сейчас тебя какой-то твой португальский друг спросил, Мануэль, а какие они, эти русские? Вы приветливые. Просто нужно пробиться через эту стену. Это не так-то легко. Поэтому в мире и возникла такая гнетущая атмосфера. По-моему, иностранцы просто не могут пробиться сквозь эту стену. Они ведь постоянно говорят, какие русские плохие. Если я сейчас вдруг скажу, Маша, ты некрасивая, глупая девушка. Что ты обо мне подумаешь? Конечно, ты не захочешь общаться с таким грубым человеком. Зачем тебе это надо? Раз ты для меня такая плохая, то в этом изначально нет смысла. Поэтому иностранцам нужен другой подход. Нужно начать с уважения. Но у них с этим большие трудности. В России люди по натуре не любят крайности. В отличие от многих других стран, которые постоянно мыслят такими категориями. Но русские не понимают таких крайностей. К чему вообще это русофобия? Человек приезжает в Португалию, говорит, что он русский, и в него тут же тыкают пальцем. Фу, русские, русские плохие. Здесь мне ни разу никто не сказал, о, ты из Португалии. Вот же негодяй. Ни разу, понимаешь? Говорю как есть. Настя, очень приятно с тобой познакомиться. Вы очень красивая пара. Правда? Да, правда. Спасибо большое. Хочу поговорить с вами о личном. Манель, у тебя были достаточно сложные взаимоотношения с твоей бывшей супругой. Она была русской. Как, на твой взгляд, этот брак не сложился из-за разницы менталитетов? То есть потому что португальцы и русские не могут понять друг друга? Или причина в чем-то другом? Возможно, я уделял ей слишком мало времени. Сейчас я понимаю причину. Теперь-то я живу в России и знаком с вашей культурой. По-моему, русским женщинам нужно много внимания. С ними нужно проводить больше времени. А у меня в тот период совсем не было времени. Но теперь я все осознал. После того, как пожил здесь, в России, я увидел вашу культуру, прочувствовал ее. Поэтому теперь мы вместе с Настей. Сейчас я уже могу понять русскую женщину. А раньше, наверное, не мог. Чем русские женщины отличаются от португальских? Конечно, русские женщины более нежные, что ли. Женщины в Португалии более строгие, сильные, как мужчины. Более маскулинные. В русской женщине я не чувствую этого. В них гораздо больше женственности. В Европе не так. Там женщина равна мужчине. А иногда она даже сильнее. Поэтому у нас есть проблемы с детьми. Португальские женщины не хотят рожать детей. Потому что они хотят карьеру. Они хотят достичь высот. Быть более сильными. Им некогда заниматься детьми. Конечно, у нас и государственная политика в отношении детей совсем иная. В России правительство очень сильно поддерживает детей. А наше правительство – нет. Наша власть поддерживает детей и мигрантов. Поэтому у нас в Португалии кризис в семьях. Детский сад очень дорого. Это может стоить 50 тысяч рублей в месяц. Каждый месяц. Обычный детский сад. Да, да. У нас нет поддержки семей, как у вас. Это очень сложная тема. Поэтому есть разница в менталитете. Вы такие больше принцессы. Мой муж должен работать, чтобы обеспечивать меня, поддерживать меня. Это мне тоже не очень нравится. Я много встречал девушек здесь, но ни от одной не чувствовал любви. Были какие-то другие чувства. Привязанность, симпатия, но не любовь. В Португалии, конечно, тоже много таких девушек. Но здесь я встречал таких больше. Понимаешь? Я приведу пример. Потому что это очень важный для меня момент. Я знаю, что она тоже с этим согласна. Был сложный период, когда я не мог переводить деньги из Европы. Она дала мне деньги без процентов. Без договора. Просто у меня есть деньги. Тебе нужны деньги. Так что я даю тебе деньги. Обычно это будто бы сложнее в России. Мужчина-женщине может просто так дать деньги. Но женщина-мужчине это уже чуть сложнее. А она поступила так. Я не знаю, может быть, она просто глупая. Нет, она просто тебя любит. Ты понимаешь, да? Так вот это и есть настоящая жизнь. Так в этом, наверное, и заключается такая женская сила именно в России, когда женщина любит мужчину по-настоящему здесь. Она готова ему отдать всё. Да, я тоже понял это здесь. А в чём тогда выражается всё-таки разница между русским менталитетом и португальским? Я бы сказал, что русские люди чуть более скромные. Вы будто стесняетесь говорить о каких-то проблемах. Приведу пример. Если я иду в кофейню, и там мне подают невкусный кофе, я об этом скажу прямо. Кофе мне не нравится, сделайте другой. И официанты этому удивляются, смотрят как на сумасшедшего. Если мне не нравится еда, я попрошу её заменить. Я могу даже заплатить за блюдо, но не съесть его. А русские так не могут. Если я ужинаю с Настей, она и слова никому не скажет. И дело не в том, что она чего-то боится. Нет. Я бы сказал, что это её внутреннее убеждение. Настя, расскажи, пожалуйста, а с чем тебя привлёк Мануэль? И отличаются ли вообще русские мужчины от португальских? Ну, есть черты. То есть, допустим, он не дарит цветы, не открывает двери. Из супермаркета я могу этот пакет нести сама. Но он потом посмотрит, скажет, тяжело или нет. Вот даже те же цветы, он считает, что цветы – это так, как баловство какое-то. То есть, он мне лучше, допустим, зимнюю обувь купит. Но это же важно. Что это за цветы? Это лучше. Цветы эти ты потом просто выкинул. На мушарку. Это вещь на мушарку. Он немножко по-другому вообще на мир смотрит. Это как? Не так, как я. Но я всегда вот какое-то мнение, у меня какие-то всегда рамки, границы, чужое мнение что-то. Ему это не надо. Вот он вот захотел и решил, и сделал так вот, например. Вот что ему в голову пришло? Я знаю, что это правило вашей культуры. Букет, ресторан. Потому что иногда я чувствую, что это моя проблема здесь. Я хотел бы завести друзей, но это очень сложно. А друзей женщин в два раза сложнее. Я несколько раз уже пытался подружиться с девушками, будучи наивным. Говорил, ты не голодная? Я сейчас пойду в ресторан. Ты можешь пойти со мной за компанию. Это нормально для меня. Но, как мне кажется, для русской женщины это сразу. Вау! Наверное, он меня зовет на свидание. Ну, например, сейчас я с Настей, и я понимаю, что не могу завести женщину друга, потому что они сразу говорят, о, так у тебя есть женщина, у тебя есть партнерша, я не буду с тобой разговаривать. Наверное, сразу нужно сказать, что ворвался ты к нам в Россию достаточно мощно, что называется. Ты не просто приехал сюда и начал жить, ты стал бороться против мусора, который, насколько я понимаю, был навален недалеко от твоего дома, который ты построил. Расскажи, как это вообще было, как это продвигалось и чем, собственно, закончилось. История про мусор очень смешная. Дело в том, что рядом с моим домом стоял большой мусорный контейнер. В нем была куча старой ненужной мебели. Там лежало много пластика, пакетов из пятерочки, мусора, упаковок. Люди кидали туда все подряд, причем только летом, потому что тут люди бывают только летом, а зимой здесь живу только я. Проблема была в том, что зимой, как и прямо сейчас, тут немного ветрено, и весь этот пластик разлетался по территории. Я обратился к властям в Минусинском районе, а мне сказали, что я не по адресу, мне надо в городскую администрацию. Я познакомился с одним парнем. Он сказал, «Слушай, может, я смогу помочь? У меня есть друг, он депутат. Думаю, он поможет». Я согласился. В общем, поговорил с этим парнем, Владиславом, и надо признать, что в Португалии люди на этой должности часто плохо работают. Вот я и подумал, что он наговорит мне всякого, а до дела не дойдет. Но нет. На следующей неделе он снова приехал, уже вместе с другими людьми. Они забрали этот контейнер, весь мусор исчез. Для меня это было чистой магией. Я поверить не мог, что этот депутат правда хорошо делает свою работу. Но при этом за кадром ты мне говорил о том, что у русских есть такая проблема переложить ответственность на кого-нибудь другого. То есть не сделать самостоятельно, а типа, ну, я вот выбросил мусор, а кто-нибудь уберет. Есть ли такая история вообще в Португалии и насколько распространено это здесь? В Португалии появился тренд на экологию. Для Европы это важный момент. Есть много движений в защиту экологии. Я не отношусь к этому фанатично, но я ценю комфортную жизнь, когда вокруг нет мусора. Здесь протекает Енисей. Для России это очень важная река. Конечно же, ее нужно защищать. Если возле реки будет лежать мусор в ветреную погоду, весь этот мусор окажется в реке. Пластик, нефтяные отходы, все подряд. В этом нет ничего хорошего. Многие скажут, все правильно. Он приехал сюда из Португалии, поэтому ему и помогают депутаты. Это неправда. Если бы на моем месте был русский человек, который жил бы здесь и видел одну и ту же проблему на протяжении многих лет, я уверен, что итог был бы таким же. Одна моя подруга очень любит ездить в Португалию, и она говорит, мне безумно нравится, что я могу идти по улице, и вдруг вот мне захочется петь. Вот я возьму и начну петь. И никто на меня косо не посмотрит или танцевать. Вот такое настроение будет. Если я буду делать это в России, все скажут, сумасшедшая. То есть в России всегда есть какие-то нормы, правила. Это не норма, это культура. Это плохо? Нет, я не знаю. Я хотела спросить у тебя. Для меня это неплохо. Для меня это неплохо. Правда. Наверное, твоя подруга, наверное, это как шок. О, в Руси не можно, в Португал можно. Нужно понимать, насколько для португальцев важно, чтобы постоянно светило солнце и было тепло. Мы никогда не ощущали холода, который пробирает до костей. Русские иногда выбираются куда-то отдохнуть. Вот ты куда ездишь, Маша? Расскажи мне. Я работаю. Ну нет, вы путешествуете. Может, летите в Барселону или еще какой-нибудь город. Туда, где солнечно. Солнце нужно всем. И в Португалии его очень много. Поэтому в России танцевать на улице странно. У вас же так холодно. И все же в Москве я видел девушек, которые танцевали прямо на улице. Конечно, не так, как в Португалии, но там и люди более эмоциональные. Это правда. Ты можешь вообще вспомнить какие-то истории, которые связаны с русскими и которые, на первый взгляд, показались тебе очень странными? На этот вопрос мне легко ответить, потому что я сталкиваюсь с этим каждый день. На дорогах. Сами дороги в России стали гораздо лучше, но водители остались такими же. На мой взгляд, у вас очень опасно на дорогах. В России водители творят, что хотят. Могут повернуть налево, направо, не смотрят на светофор, им никто не указ. В Португалии, конечно, так тоже можно, но тебе выпишут огромный штраф. Штрафы у вас очень-очень низкие, в этом беда. Однажды в мою машину въехал другой парень. Я был припаркован, сидел в ресторане, а когда вернулся, увидел, что бампер побит. Никто ничего не видел, так как это было ночью, так что я вызвал полицию. Они были очень вежливы, добры, как всегда, и сказали мне честно, Мануэль, к сожалению, мы здесь ничего не сможем поделать, потому что у того парня нет страховки. Это большая проблема здесь, в России. 17% водителей просто не имеют страховки. Я сначала удивился, а потом решил разобраться, почему так. В Португалии без страховки ты должен заплатить сразу, не потом, а на месте. А если не заплатишь, они просто заберут твою машину. И ты платишь за отсутствие страховки целых 50 тысяч рублей, если переводить на ваши деньги. А здесь ты платишь 800 рублей. 800 рублей. Что это? Дешевле заплатить штраф, чем купить страховку. В этом и есть проблема. Иногда меня останавливают полицейские, чтобы проверить. У вас очень хорошая полиция, это чистая правда. Очень добрые, готовые помочь. Однажды мне нужен был перевод моих водительских прав. В Португалии бы сразу штраф. Сразу агрессивно, понимаешь? Они всегда хотят денег, им нужны деньги, деньги, деньги. Удивительно, то есть вы так много платите налогов, но при этом та же банковская система у вас находится на достаточно низком уровне. Насколько мне известно, ты не везде даже можешь заплатить карты, поэтому очень часто местные жители носят с собой наличные. А если какая-то крупная сумма, так они вообще выписывают чеки. Как это вообще возможно в 21 веке? У нас другая система, опять же, связанная с налогами. В год можно тратить 10 тысяч евро наличными. Если больше, то уже невыгодно. У нас есть чеки. В России чеков нет. Если я, допустим, покупаю машину, в Португалии мы оплачиваем переводом из банка или чеком. Если я покупаю дом, я обращаюсь к государственному нотариусу и могу оплатить чеком или переводом из банка. Потому что им нужно контролировать людей. Они хотят контролировать. С наличными у тебя нет никакого контроля. С банками иначе. Если мне нужно 50 тысяч евро на покупку машины или дома, банк, то есть, по сути, государство, знает, что я заплатил 50 тысяч евро. Например, если у меня нет работы, у меня ничего нет, ни копейки, я никто, тогда государство говорит мне, как ты купил машину за 50 тысяч евро, если у тебя ничего нет? Может, ты преступник? Так что это система для контроля за людьми. Это не свобода, это не комфорт. Это просто контроль. Или вот в России есть паспорт. У вас есть внутренний паспорт и загранпаспорт. В Португалии у нас нет внутреннего паспорта. Есть маленькая карточка гражданина страны. А в ней есть чип. Почему? Потому что они хотят все контролировать. Понимаешь? В Америке тоже думают о такой системе. Илон Маск говорит, что будет лучше нам всем иметь чип в голове. Что это такое? Это безумие. Мы будем как роботы. Они хотят контроля. Если я оплачиваю свой кофе в ресторане картой, государство знает, какой кофе я пью. Это тоже способ контроля. Как ты думаешь, почему некоторым людям в России кажется, что там в Европе как раз свобода? Потому что, мне кажется, русские люди приезжают в Европу только в отпуск. Когда они приезжают отдыхать, они живут в отелях, ходят на пляж, в бассейн. Поэтому не чувствуете этого. Я думаю, что люди в России думают уже немного по-другому. Потому что они будто стали больше любить свою страну, чем раньше. Мне так кажется. Потому что иногда я говорю с людьми, с русскими людьми, об отдыхе в Португалии. Они говорят мне, да зачем мне ехать в Португалии отдыхать, если сейчас в России может быть лучше? В России есть все. Окей, нет пляжей, но зато есть снег и много чего еще. Это же как в сказке. Мы всегда фантазировали себе про Сибирь, что тут сплошной снег, медведи, люди без денег, без еды, живут на улицах. А ведь это совсем не так, помимо снега. Я не вижу здесь медведей, только красивую девушку рядом с собой. У нас есть еда, есть все, что есть в той же Португалии. А если говорить о бюрократии, здесь в России у нас есть достаточное количество приложений, которые упрощают жизнь. Ну, то есть это госуслуги, это какие-то приложения по оплате штрафов. Что-то похожее вообще есть в Португалии? У нас есть другая бюрократия, не как в России. У вас бюрократия своя, очень много бумажек, регистраций. Когда я покупаю квартиру, я регистрируюсь в ней 8 дней. В Португалии это 5 секунд. Понимаешь? Это удобно. Окей, но я не чувствую, что так лучше. Здесь я чувствую свободу. А в Португалии я не чувствую эту свободу. Я чувствую скорость. Скорость жизни. Иногда скорость приводит к аварии. А я не хочу аварий в своей жизни. Сейчас в Португалии очень много происшествий. Такая жизнь. Люди живут быстрее, но не живут лучше. Они не чувствуют природу. Понимаешь? Они как роботы. А в России свобода. Мы не как роботы. Тут я не вижу роботов. Вы думаете, что бюрократия — это сразу коррупция, потому что больше бумажной работы. Но это не так. Иногда тебе нужно где-то зарегистрироваться, подать какое-то заявление, но это не связано с коррупцией. В Португалии говорят, у вас тут в России очень много коррупции. Но они врут. В Португалии гораздо больше коррупции. Я однажды был в суде, потому что у меня была проблема с ремонтом. Один парень обманул меня. И я сказал ему, «Анатолий, пожалуйста, не надо так со мной. Я хороший человек. Делай так, как договорились». А он давал мне обещание насчет газона. И я поверил ему. А потом понял, что он не может этого сделать. Просто не знает, как. А я ему уже заплатил аванс. Он взял деньги, а потом исчез. Я ему звоню, говорю, «Надо доделать». А он мне, «Я не могу, не получится». Я говорю, «Окей, тогда возвращай деньги». А он, «Не буду ничего возвращать. Если хочешь, иди в полицию. Потому что это Россия, здесь все можно. Здесь все можно. Я знаю этого парня, того парня, губернатора и так далее». Окей, я пошел в суд. Было заседание, и я выиграл один миллион рублей. Конечно, он не платит эти деньги, но я выиграл. Я доказал этому парню, «Это работает не так, как ты говоришь. Здесь нет мафии, это Россия. А в России сейчас есть законы, и ты должен их уважать». Потому что многие люди говорят, «Ой, Россия — это коррупция. Это неправда». А вообще такая ситуация возможна в Португалии, чтобы тебя в Португалии также обманули? Знаешь, у нас главный лжец — это наше правительство. Самый большой лжец. Потому что они говорят одни вещи, а делают другие. Это самая большая ложь, понимаешь? Например, электричество. Здесь, наверное, в Москве также я получаю чек электронный, где написана цифра. И ее я плачу. В Португалии я плачу не только по этому счету. 50%, которые я плачу в Португалии, это налоги. Как так? Потому что я здесь плачу по своему счетчику. Я купил счетчик. Человек подключил его, и все. А там нет, там не так. В Португалии ты берешь в аренду. Правительство дает тебе в аренду счетчик, а каждый месяц я плачу за это. Или вот есть у нас политика по защите иммигрантов. Они не защищают португальцев, коренных, как я. Нет, они защищают людей, которые приплыли откуда-то на лодке. А откуда брать деньги на защиту иммигрантов? Повысили на 1% плату за электричество. А люди такие, и что это? Это не обман? Мануэль, у меня осталось 3 вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Да. Три главных качества русской души. Знаете, по своему опыту скажу, что русские люди немного более холодные в общении, чем, например, португальцы. Перед ними словно высокая стена, которая их защищает. Но если эту стену удастся сломать, русские добрые, хорошие люди. Они приветливые, но сначала придется пробиться через эту стену. Вот в Америке, например, где я тоже бывал, люди вообще ничего не знают об остальном мире. Рассуждают так. Зачем мне это знать? Я живу в Америке. Тут все есть. Россия тоже большая страна. У вас все есть. И это правда. Неважно, что происходит во всех остальных странах, потому что вы живете здесь, и у вас есть все. Это правда. Это нужно принимать и, главное, уважать. Три вещи в России к которым ты никак не можешь привыкнуть. В России я принимаю все. Таких вещей нет. К примеру, русские любят баню. Она у меня есть, но я не любитель. Тем не менее, я уважаю то, что Настя любит ходить в баню. Хорошо, пусть сходит. Просто я не пойду. Здесь нет вещей, с которыми я не могу смириться. Если бы я ощущал недовольство каждый день, я бы тут не жил. А я живу на этой прекрасной ледяной планете уже три года, и ни о чем не жалею. Что русскому нужно для счастья? Я думаю, что русские люди хотели бы более развитую инфраструктуру. Больницы, дороги, сервис. Например, у вас тут отличный быстрый интернет. Гораздо лучше, чем в Португалии. Намного лучше. Просто супер. У нас такого нет. Так что, если отвечать на вопрос, чего хотят люди в России, вот, например, Настя, хочет, чтобы школы были более современными. Здесь очень важно понимать, что Россия очень большая страна. Это не только Москва и Санкт-Петербург. Россия огромная. Здесь невозможно все быстро поменять. Но перемены есть. Я их вижу каждый день. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам за то, что провели эти несколько дней с нами. Спасибо за то, что показали нам сразу два региона, потому что получилось посмотреть и Хакасию, и Красноярский край, потому что вы находитесь прямо вот точно на границе. Ну и, конечно же, несмотря на то, что мы эти дни активно сравнивали две наших страны, я думаю, главное помнить, что хорошо там, где мы есть. Я хочу поблагодарить вас, русских людей, за то, что радушно приняли меня. Люди здесь очень приятные. Они уважают и меня, и мою культуру. Я также уважаю культуру России. Я благодарю за это русских людей. Огромное вам спасибо за русское гостеприимство. Меня приняли таким, какой я есть. Спасибо. Это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нашу группу в ВК и телеграм-канал, ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! XL Gem.